Дамы и господа, гости и депутанты нашего бала. Сегодня здесь, во Дворце Независимости, всегда в таком сдержанном, официальном оживает история. История Белоруссии, которая богата на уникальные и красивые традиции. Одна из них – культура бальных танцев. Сегодняшний вечер – это не просто праздник, а путешествие к истокам традиции. Кстати, это одна из традиций, которую мы с вами в который раз воссоздаем. Без традиций не может быть государство. Вокруг этих традиций на протяжении веков зарождалось и укреплялось стремление нашего народа к своей государственности и своей независимости. Ведь что такое государственность? Прежде всего, это осознание народом исторического права быть хозяином своей земли. Чувство родовой связи с поколениями разных эпох. Понимание того, как формировался национальный характер и менталитет современного человека. И сегодня мы не просто вспоминаем традицию, а наполняем ее новым содержанием. Вдумайтесь, ведь еще чуть больше века назад на подобном празднике можно было оказаться по праву принадлежности к богатым и титулованным сословиям. Я не хочу сказать, что здесь нет богатых и титулованных, но думаю, они в меньшинстве. В наше время двери Дворца независимости открыты для всех. У каждого есть шанс войти в них и как гость, и как должностное лицо. Благодаря не кровной привилегии или связи, а своим труду, таланту, истинной преданности Отечеству. В этом и есть справедливость одной из главных достижений суверенной Беларуси, страны абсолютно равных возможностей. Дорогие участники этого прекрасного действа, нашего бала, искренне желаю, чтобы этот праздник подарил вам незабываемые эмоции, а главное, разбудил чувство причастности к наследию нашей истории и ответственности за будущее Отечества. Поверьте, пройдет совсем немного времени, и вы, посадив на колени своих детишек, а потом и внуков, достанете потрепанный альбом и найдете там фотографию, где вы такие молодые, красивые, одухотворенные, и будете им рассказывать об этих мгновениях. Вам будут завидовать миллионы тех, кому не посчастливилось побывать сегодня во Дворце Независимости. Я благодарю вас всех, кто трудился над созданием этой удивительной бальной атмосферы. Вы знаете, буквально несколько лет тому назад Венский бал попросил меня, чтобы я разрешил им провести этот бал здесь. Ну, я бы сказал, а почему? Мы что, сами не можем? Смогли. Поэтому надо все делать своими руками, если мы можем. А мы можем все. Поэтому я хочу в заключение своего краткого выступления поздравить всех вас с наступающим Новым Годом, с этими прекрасными, долгожданными и светлыми праздниками. Я хочу пожелать вам, чтобы вы всегда были счастливыми и успешными. Хотел сказать, чтобы вы всегда были такими красивыми. Я, конечно, вам желаю. Но молодость – это такой недостаток, который очень быстро проходит. И мы обязательно будем другими. Но человек красив не только внешне. Поэтому я все-таки вам желаю быть красивыми, еще красивее, чем вы теперь. Духовно, внутренне прежде всего. Пусть все ваши мечты исполнятся. А наша любимая, единственная Беларусь, благодаря вашим успехам и достижениям, станет еще сильнее и краше. Вы знаете, глядя на вас, я убежден, что она будет сильнее и краше. И обязательно наша. Благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...